Добрый вечер! Ну раз уж риск дело благородное, мы решили рискнуть и взять в команду новенького Мигель Привет! Так, Юлёк, я не понял, а что сейчас под мою музыку на сцену вышло? Юлёк! А? Вернулись в реальность, я говорю, что это? А как, вы не узнаете его? Вы же с ним в одной рекламе снимались Какой? Ну вы до, а он после Я тебя умоляю, чтобы стать таким, как он, нужно всего пару месяцев в спортзале А чтобы таким, как я, нужны годы Господи, он похож на волка из сумерек Вот и я говорю, только похож А я, между прочим, вампир наполовину Это как? Пью Нашли чем гордиться Да послушайте, у него даже рубашки нет А я себе недавно новый айфон купил Угу, ну и что, не комплексуйте теперь, что телефон у меня хозяина Слышь, я хотя бы актёр А он что у нас в команде делать будет? Спокойствие, девочки Миниатюра знакомства Мама, это Мигель, он будет жить с нами Иху, пойду скажу отцу, чтобы собирал свои вещи В аптеке Здравствуйте, девушка, а он же нам ещё сто презервативов Ах, всё, хватит, я понял Ну и что, надолго он к нам? Ну, долларов на триста В смысле? Ну, часа на полтора Поэтому давайте не будем затягивать, Мигелюшка А мы начинаем А мы начинаем Где экспрессия? Где подача? Смотри, как надо Поехали! Будьте здоровы! Сколько бы лет не исполнилось ребёнку Для своей мамы Он всегда самый лучший Самый талантливый И вообще самый-самый Мам, может не надо? Надо Здравствуйте Это она? Да Так, женщина Это вы сказали моему сыну Что он плохой любовник Я что? Что? У ребёнка вся жизнь впереди Мальчику 36 лет А вы им такой ляпнули Да мой Димочка Прекрасный любовник Да вы-то откуда знаете? Ну, здрасте Я его мать Я его в детстве купала И перспективы оценила Ну, мам Так, стой Ну, может быть, он не старался Старался Ты старался? Я старался Старался Дамочка, послушайте Мы же с вами коллеги Я сама 30 лет женщина Ну, что вы бы за год секса Ребёнка психику ломать? Так всё, хватит Мне это надоело Я бросаю вашего сына Что? Это не вы бросаете моего сына Это я перевожу его К другой женщине Я старался Старался Ну, и вот вы на этом масле и жарите, да? Удобно Так, Елёк Можете на минуточку? Да Я понимаю, это шустрые ребята В смысле? Ну как, Лужкова только уволили Они уже в центре Москвы Он не такой Ладно, какая разница Давай так Он уходит из нашей команды А я тебе даю то, чего в Москве не достать Ну и что это? Гречка Мигель, прости, это не твоя вина В этом виновата засушливое лето 2010-го Далеко не каждый мужчина рискнет сказать женщине правду Итак, представьте, знакомая всем ситуация в парке А ещё у тебя очень-очень красивые глаза Ну реально, когда я в них смотрю, я прям не могу Дим, Дим А я толще, чем она? Ну не знаю, может чуть-чуть Спасибо Юль Юль, ты что, обиделась, что ли? Нет, Дим, а ты бы не обиделся, если бы тебя назвали толстой, жирной коровой Юль, ну чё ты начинаешь? Ну чё ты начинаешь? Думаешь, я не понимаю, что ты со мной только из-за прописки? Мне кажется, ты переоцениваешь воронежскую прописку Я покрасилась, ты даже не заметил Да всё я заметил А я не покрасилась Да чё ты такая злая? А ты чё думал, все толстые добрые? Всё, испортил весь день рождения Вообще-то это мой день рождения Так тебе и надо А сейчас небольшая зарисовочка Выпускной экзамен в обществе анонимных алкоголиков Я не знал Небольшой совет для тех, кто смотрит нас за рулём Не стоит останавливаться на трассе, если не хотите попасть вот в такую ситуацию Итак, представьте, трасса Воронеж-Москва Здравствуйте А вы не знаете, как в Воронеж проехать? А ты что-нибудь покупать будешь? Нет. Тогда не знаю. Ну давайте возьму что-нибудь. Вот почем крыжовник? Это арбузы. А почему такие маленькие? Зато химзавод большой. Ну а пирожки почем? А у тебя какая машина? Мерс. 500. А если бы я сказала Лада Калина? Тогда 1000. Почему? А я еще не знаю, какие на стране люди до Калини ездят. Здорово, Тамар. Привет. Слава богу, милиция. Да погоди ты. Тамарка, посмотри, я шмеля проглотил. Товарищ милиционер. Да стойте, говорю. Ну что, как сливы продаются? Да какое продаются? Уже две недели на жаре стоят. О, а дай две похмелиться. Ну, что хотела? Скажите, я в Воронеж правильно еду? Я не знаю. Это сугубь твое решение, я бы не ехал. Я про дорогу. А, ну это есть прямо. А как худые гаишники начнут появляться, значит все, Воронеж. Спасибо. Э, стой. Слушай, Петрович, о чем мы тут торчим? Может, тоже Воронеж трубанем? Не, мне Воронеж нельзя. Там, чтобы форму носить, документы нужны. До свидания. Ну что ж, и закончить хотелось бы словами одной умной и красивой женщины. Земля круглая, а значит мы с вами еще обязательно встретимся. А чьи это слова? Мои. А что нам надо? Да просто свет в оконце. А что нам слышится? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...